итак заканчиваем перерыв не идем дальше итак мы взяли квестик который оставим на потом потому что для начала давайте обойдем все красные точки и поговорим с народом а потом у нас сайды будут так что вперед пусть нужно пойти-то сначала вот давайте в кафе йота еще зайдем уж там кто-нибудь интересно есть а потом пойдем по красной цели ну заодно магазин подарок для актес вот ничего интересного ребят ну вот уже пошел пошел мерч вот можно купить прямо здесь футболки и значки и плюшевые ну деньги лишними не будут о ребят вы посмотрите кто у нас тут я так и думал кого-нибудь интересного мы здесь найдем так говорит женщина с черными волосами я слышала что вы начали встречаться с эдвардом саном официально но но ведь вы уже несколько месяцев не виделись верно невысокая девушка ну то есть то несмотря на то что вы обмениваетесь сообщениями через сифию он отличается задержкой и только одним или максимум двумя словами женщина с золотыми волосами ну то есть слева да но я знала что он работает в министерстве внутренних дел и что у него всегда очень много работы сейчас у него очень много важной работы связанной с космической программой так что это было неизбежно но все же но это тяжело это так но я не хочу создавать ему проблем своими капризами соня сенсей вас это что полностью устраивает и говорит то я думаю что вам стоит лучше чест честно выражать свои истинные чувства и мысли по этому поводу то сенсей это так неожиданно учительницы из армис похоже они заняты очень серьезным разговором о личной жизни да и лучше нам им не мешать но мы послушаем еще соня сенсей я думаю что вы должны также учитывать и свои собственные чувства японцы его согласны 100 вы сенсей иногда нужно проявить проявить немного эгоизма да вы правы возможно и все но ребят все нормально да личную жизнь обсуждают так ну чтож кого мы тут встретим а ничего себе так сразу ара как говорится стоит только упомянуть вы как всегда во время третий куртница армис рэнбрайт брейсер ранга б сельфид и клаузас и брейсер ранга с не сдвигаемый тин ваток все знакомы о аркрайды компания давно не видел вас всех вместе да да однако сенсей и джудит сейчас нами нет арен сэмпай вы тоже приехали сюда да и и тот факт что вы сейчас в форме означает что и в армии с вы тоже да хоть я и передала вам дела но оставила себе немного работы до возвращения на родину я постараюсь поддержать албера настолько насколько смогу понятно она возвращается ребят домой да наверное кое-кому нелегко идти по стопам такой читерской предшественницы кстати рэнсан после окончания этого семестра вы вернетесь в либерл верно будет грустно спасибо хоть мой годовой обмен уже продлили более чем на три месяца думаю именно поэтому решила появиться сегодня в гилдии да похоже что изменение планов также повлияло на эту как их там называли на технологическую федерацию так я и думал кстати элэйн похоже сейчас отсутствует да она как раз занимается выполнением запросов просто после вчерашнего очень много работы появилось кстати я слышал что вы побывали что-то в квартире мк почему бы нам не обменяться всеми свежими новостями что мы узнали чёрт это мы тут пришли разнюхать новости вместо этого похоже придется делиться своими но по крайней мере кто-то сразу перешел к делу это экономит время только учти что мы не можем рассказать тебе прямо все кстати клаузал тебе что-нибудь рассказывали твои друзья про мк интересно о чем это ты говоришь да она как всегда прекрасно понятно хоть стало больше дел движение со стороны преступных организаций и иностранных сил пока что не ощущаются да не семья дул не другие мафиозные группировки не какие-либо банды там гопников никто ничего пока что не предпринял так же такие организации как скорпион зак и из экт армс они тоже не проявляли заметной активности так ребят все нормально возможно укрепление позиции хиюна способствовало порядку и невом мире но кажется что это не единственная причина и нет признаков что оси и этим занимается вот так не ну хи юн действительно очень сильно укрепился после того как семья лу и Ли объединились и кажется стали синее чем когда-либо ну а сей день занимались тем вопросом из-за космической программы верно да возможно они фокусируются только на тех действиях которые могут помешать проекту дабы не допустить катастрофы вроде той что устроили алматы в прошлом году ну ребят вы поняли так у всех все нормально да напишите в чате чтобы я точно знал все спасибо да еще инцидент в марте этого года о нем тоже не стоит забывать я думаю они извлекли уроки из из-за провалившегося перевороты и теперь они решительно пытаются устранить все что может помешать космическому проекту безусловно это очень значимый проект но почему они действуют с такой настойчивостью и спешкой почему они так сильно спешат и торопятся да мы тоже задавались этим вопросом кстати а как там дела у общества во переходим к важной теме ура борос верны мы как-то сотрудничали с ними но они ведь одна из самых опасных организаций на континенте да особенно тот парень клятва преступник нам сильно досаждал но понятно почему он вспомнил его в первом первом и ресет так отреагировал это из-за событий на острове ну от них пока что никаких вестей мне вот интересно что с их договором с президентом лично я думаю то очень скоро они могут начать действовать снова всерьез да и учитывая что они натворили в либерл кроссбелли и в империи если они начнут действовать нам сразу же нужно будет сообщить в гилде особенно если появятся какие-нибудь новые инфорсеры нам нужно будет об этом сообщить в первую очередь в зависимости от номера этого инфорсеры гилдия может мобилизировать свои главные силы ребят она сейчас про тех людей о которых я думаю да вот как ултер сан лукреция сан и те близнецы да понимаю знаменитый номер один или же джинсан и остальные а с кем это вы там болтаете о блин сприган и это вы брейсер ранга бэйс гилдии республики калвис ты как всегда тебя все не устраивает ведь мы вместе сражались дабы предотвратить тот мнимый переворот верно да черт я уже тысячу раз пожалел об этом так что перестань копаться в моей темной стороне у меня уже нету такой же предвзятости к сприганам хотя вот насчет начальника не полностью вот и прекратите сраться вы тоже уже начали действовать верно у нас у всех впереди будет куча дел поэтому будет хорошо если мы сможем помогать друг другу кстати я вот не помню по моему у них озвучки все-таки не было в прошлых частях у риджина я точно не помню будем рады сотрудничество у алвиса была а вот у нее есть что-то не помню ладно вернемся к тексту я не против сотрудничества жаль что твой напарник не такой же прямолинейный как ты а блин ну ладно мы пошли насколько я помню вы двое должны отправиться на патрулирование окрестностей а не стоп насколько я помню вы должны были отправиться на патрулирование окрестностей еще утром да за нас не переживайте но все равно если что-то понадобится всегда можете положиться на нас да ладно так ладно я поведу и будем патрулировать эффективно или постараемся патрулировать эффективно ну что ж думаю мне тоже пора спасибо рэн за информацию ты ведь еще не уезжаешь так что время от времени пока будешь тут заходи конечно так и сделаю агнес ван сан и остальные удачи спасибо сэмпай если в поле что-то случится то община да дай нам знать будем держать связи и помогать друг другу да включая и все серые дела верно ладно до встречи ну и ну что ж несмотря на серые дела она действительно начала выглядеть более счастливой аркрайт возможно это благодаря тебе и твоим отношениям с армисом кто знает у нее есть семья и друзья так что она не обделена связями но если мы смогли хотя бы немного помочь это радует однако вот прощаться с ней грустно да действительно тоже в большом долгу несмотря на то что у нас есть сеть расставаться все равно тяжело ну что ж тогда давайте постараемся хотя сейчас ничего такого заметного не происходит но с вашим чутьем может быть вы что-то найдете я на самом деле собираюсь отправиться в провинцию сегодня после обеда если что-то случится свяжитесь и со мной а если мне что-то понадобится я тоже обращусь к вам хорошо вот как да конечно сразу звони так в провинцию наверное она отправляется в то самое место но ребят вы поняли она к Рину идет ну кстати Элэн сейчас столица так что если что смело обращайтесь к ней она с радостью окажет неофициальную помощь ну как и в прошлый раз да это тоже хороший вариант это поможет нам лучше координировать наши действия да если Элэн Кун согласится то гилдия будет не против да не нужна нам такая забота с вашей стороны ну кроме шуток ты действительно всегда делаешь все по-тихому но эффективно старик ну ребят как у вас там все нормально с перевода надеюсь все понятно если какие-то фразы непонятны уточните я стараюсь перевести все насколько насколько настолько насколько возможно правильно ну вроде получается так давайте теперь поговорим что как у вас там ну что но я чувствую что все стали намного сильнее преодолев этот инцидент так что я не могу тоже нет так что я тоже не могу отставать нужно добиться хороших результатов пока я буду в командировке да давайте все постараемся тебе повезло действительно хорошо что она не была она там только в конце появилась и то в саду только она там подключилась издалека почти все запросы в столице уже выполнены утром я немного патрулировала и находилась в режиме ожидания но и пока я буду в командировке нужно тоже добиться там хороших результатов так что давайте постараемся вот здесь тоже самое ну что касается космической программы то у нас нет другого выбора кроме как наблюдать за ней и ждать продолжение запуска в последнее время кстати стало довольно сложно получать информацию от CID так что нам нужно держаться вместе настолько насколько это возможно в этом селе в этом смысле мы действительно должны объединиться там где это возможно гилдия будет работать на светлой стороне и сприганы будут работать из тени давайте будем тесно сотрудничать как можно больше ближе хе хе не уверена что это лучшее выражение а ну значит ближе давайте будем тесно сотрудничать как можно ближе ну и Агнус отвечает Не уверена, что это самое лучшее выражение. Черт. А после того переворота он стал еще более непробиваемым, трудным. Раз Фи отправляется в командировку, столичный отдел гилдии тоже должен быть на чеку. Так что я рассчитываю на вас, прыганы. Будем поддерживать друг друга. Короче, в целом, я вижу, они больше ничего интересного не рассказывают. Гилдия также занята запросами после вчерашнего. Хоть ничего такого страшного не происходит. Чтоб меня сильно обеспокоило. Но похоже, что или по всей видимости, большинство сил пока что просто выжидают и наблюдают за ситуацией. Ну или они только сейчас возможно начинают что-то предпринимать. Как будто не было. Мы должны срочно подготовиться. Потому что, скорее всего, дальнейшие события не будут ограничиваться только республикой. Ну что ж, последний район остался и потом, наконец-то, Квисты. Район Сейден. Тут спокойная атмосфера, как обычно. Тем не менее, из-за космической программы деятельность компаний также значительно активизировалась в ответ на космическую программу. А, сух, я два раза повторил то же самое. В этом смысле этот офисный район тоже должен испытать на себя некоторое влияние всего происходящего. Да, хоть на первый взгляд это незаметно, но здесь, вероятно, крутятся большие суммы мира сейчас. ну, и что мы будем делать в районе Сейден? Ну, конечно, вся активность компании это очень интересно, но главный приоритет остается обмен информацией с полицией. мы можем получить подсказки о том, как изменилось положение дел в подполе благодаря их информации. Ну, кстати, в последнее время тот комиссар комиссар тот инспектор стал гораздо мягче. Так что, я думаю, нам удастся кое-что вытянуть из него. Да, давайте обойдем полицейский участок и другие ключевые места. Ну, я думаю, вы поняли про кого. Наши старые добрые знакомые. Здравствуйте, инспектор. Извините за беспокойство. Нейт-сан. Доброе утро. Отдел специальных расследований столичной полиции следователь Нейт. Доброе утречко, Агнест-кян. А вы, сприканы, что вы тут забыли-то вообще? Как-то обычно в警察 и в натурально рассказывали ты что, просто так хочешь туда-сюда по полицейскому участку и беседуешь как ни в чем не бывало? Хоть ты уже привык. Нет. Хоть я уже и привык, что ты ко мне так обращаешься, но не стоит так резко менять то. Мы уже не раз сотрудничали. Не так ли, инспектор? Руководитель отдела специальных расследований столичной полиции инспектор Дайсвен. Не стоит быть таким фамилиарным. Хоть я и признаю твои навыки, но границы все же нужно соблюдать. Ведь если пойдут слухи о том, что следователи столичной полиции слишком близко сотрудничают с человеком из серой зоны, это может создать проблемы. Да, но недавно вы сами приходили в Мон Март со своей семьей, верно? Ведь тогда вы с стариком имеется ввиду Виктором обсуждали вашу дочь и его внучку, а Ван вам просто надоедал. личная жизнь это совсем другое дело. Так зачем вы пришли сегодня? Да, у нас тоже много работы, знаете ли. Выходит, вы в последнее время в полиции тоже очень заняты. Ну, учитывая космическую программу, которая сейчас охватила всю республику, это неудивительно. С ростом числа мероприятий и туристов наверное увеличилось и количество инцидентов. Ну, само по себе их не так уж и много и не то, что мы не можем справиться. полиция в столице работает на высшем уровне, ну, по крайней мере, в пределах юрисдикции. Что вы имеете ввиду? Как будто вы что-то скрываете. Ну, понимаете, на самом деле ты слишком много болтаешь. Хотя ладно, признаю. возможно есть смысл поделиться с вами этой информацией, учитывая вашу осведомленность. То есть в последнее время у вас возникли проблемы с координацией с CID и военными. это что такое значит? Ну, недавно второй запуск ракеты прошел без какого-либо уведомления до самого последнего момента. Они в спешке начали транслировать это на уличных экранах, из-за чего возникли различные неприятности. хоть нам и удалось избежать серьезных происшествий и инцидентов, кажется, что их действия стали еще более непрозрачными. Я думал, что вы со своими связями возможно что-то слышали об этом, но... к сожалению, у нас нет тоже какой-либо существенной информации. Даже МК не получил уведомления о переносе сроков. Похоже, они действительно по собственному решению не стоп. они действуют по собственным решениям и ни с кем не советуются. Да, именно так. Похоже, пока не завершится последний запуск, расслабляться не стоит, да и не получится. инспектор, может быть отложим ту задачу на потом? Не неси чушь. Это тоже нужно выполнить очень вовремя. Ту задачу? А чего? Да в последнее время к нам стали поступать заявки о пропавших без вести. которые оказываются в итоге ошибками ошибочными. Народ ссорится, жен уходят из дома или кто-то думает, что ее парень ушел не попрощавшийся. а потом они возвращаются через несколько дней и говорят, что хотят отменить свое заявление о том, что человек пропал или ушел. ой, простите. ой, простите. Частенько вызывает подозрения. Ну, пока что было несколько случаев, но что-то в этом настораживает. Мы изучаем этот вопрос, параллельно занимаясь космической программой, ну или ее последствиями. Но пока ничего серьезного не смогли выяснить. Понятно, что ж, будем следить за этим с нашей стороны. Раз уж вы поделились с нами такой информацией, буду признателен, если вы так поступите. Ну, а инспектор, мы без помощи решим все это. Я ведь тоже многому уже научился. Тогда не жалуйся, а выполняй свою работу быстро и эффективно. О, а это уже квест. Эх. И так из-за шумихи вокруг космической программы дел не в проворот. Тут еще военные, CID и координация с ними совсем отсутствует. К тому же, добавилось еще расследование этих странных случаев с пропажей. Вы вообще представляете себе, как нам сложно сейчас. Так что, не добавляйте лишних проблем с прыганок. Ну и все. Так, и нам осталось, ребят, последняя красная цель. Это обязательный квест. Так, похоже, есть запрос. Монстр появился в канализациях района Сейден. Поступила информация о появлении опасного крупного монстра. Местонахождение, район Сейден. Самый дальний угол канализации. Ура, ребят, канализация. Просим агентства решения проблем Аркрайт немедленно провести расследование и ликвидировать угрозу Эйди. Запрос на уничтожение монстра. Да еще и от Сейди. Но я не сомневаюсь, что это инициатива руны. Да, и цель неизвестна. Но как бы то ни было, это хорошая возможность опробовать нашу новую тактику с осколками. Да, так что этот запрос нужно обязательно выполнить. Туториал. Окей, насчет квестов, которые есть. Обязательные, необязательные. И несколько штук обязательные, но не все. Окей. О, а тут опять баскетболисты собрались. Мне тоже хотелось бы размяться. Может заглянем на минутку? О, ребят, помните ее? Лора. У нас скоро очень важная игра. Ой, все вокруг так расслабились. Раньше это была просто баскетбольная площадка, где можно было прийти и поиграть. Но теперь перед игрой нужно нормально всех поприветствовать. Мне должна помочь всем, чем смогу, чтобы поддержать нашу команду в этом вызове. Ладно. Солар. Он там на твиче. Короче, ребят, все нормально. Действуем, как всегда. Сегодня я собираюсь победить. Ду! Или мы собираемся победить. О, вот это ду. Интересно, они будут играть прямо сейчас? О, это живые. Из офиса решения про Блия. Да, раньше я занимался этим только на улице. Вот, типа баскетбола. Однако сейчас наша команда стала еще сильнее. И на улицах больше нету врагов, бандитов, которые нам мешают заниматься. Но это скучно просто играть на улице. Поэтому мы тут посовещались с ребятами и решили, что пора бросить вызов профессиональной лиге. Сегодня у нас будет еще один матч. Так что учитывая, что придется играть против профессионалов, мы волнуемся. И вы только начали, а у вас уже происходит много интересного. Профессиональная лига по баскетболу? Ну, кстати, да. Вроде в одной из последних лиг могут участвовать и сильные любительские команды. Блин, я хотел в баскетбол поиграть, а тут ладно. Если вы сможете продвигаться вперед, то в будущем у вас может даже спонсор появиться. И у вас будет шанс стать профессиональной командой. Да, похоже, это и есть ваша мечта. Ну, мы будем вас поддерживать. Спасибо. Мы тоже сделаем все возможное, чтобы победить. Ну, слушайте, ну, прикольно. Ну, и мини-игра такая же, какой была. Плюс-минус. Ой. Мы попали. Ладно, короче, что. Так, ну, все. Учитывая, что дальше нам нужно идти в канализацию по основному сюжету. Перед этим надо зачистить сайды. Так что, давайте сделаем небольшой перерыв и потом пойдем заниматься сайдами. Ребят, ура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова